Здравствуйте! В эфире Азовинфоспорт в студии Александр Истомин. Спонсор программы – магазин «Спорт для всех». Занимайтесь спортом, а мы вам в этом поможем. В минувшую субботу на стадионе спортивной школы Олимпийского резерва номер 9 прошел матч между дублерами футбольных клубов Ростов и Анжи. Игра закончилась победой ростовчан 1-0. На сегодняшний день команда из Махачкалы опережает Ростов на одну позицию в таблице и занимает седьмое место. Ростов на восьмом. Обе команды провели по две встречи, набрав по три очка. По разнице забитых и пропущенных мячей лидирует Анжи. Молодежные составы футбольных клубов Ростов и Анжи встретились минувшую субботу на поле спортивной школы Олимпийского резерва номер 9. Матч проходил в рамках молодежного первенства России. С первых минут матча ростовские футболисты уверенно пошли в атаку, которая разбилась о защиту махачкалинцев. Примерно так проходил весь матч. Команды попеременно атаковали, не добиваясь заметных результатов. Первый опасный момент случился у ворот Анжи на 20-й минуте матча. На 35-й минуте ростовчане добились цели. Братарь Анжи не сумел отразить мяч, летящий в нижний дальний угол. Изменить положение во втором тайме Анжи не удалось. Матч завершился победой ростовчан с минимальным отрывом. Игрой довольны. Были, конечно, ошибки, но это от волнения, скорее всего. Первая игра домашняя, после поражения, она всегда чувствуется. Но, в принципе, ребята справились и могли забить. Не пропустить больше, а забить больше. Так что счет, я считаю, по игре. Я доволен игрой. Были ошибки, мы это разберем. Это всегда так. Это молодые ребята, это не основной состав. Они учатся, все больше учатся. Несмотря на победу команды, тренер Ростова Игорь Гамула не забыл обратить внимание на ошибки, совершаемые подопечными. Самые главные ошибки, то, что нам не хватило сегодня чуть-чуть быстрого выхода в атаку. Немножко мы задерживались на выезде. Нам это надо больше. Будем из этого исходить. Следующую игру Ростов проведет на выезде в Мордовии. Времени на подготовку команды больше, чем ожидалось. Нам игру перенесли на три дня вперед. Так что у нас сейчас меньше. Больше надо для того, чтобы восстановиться. Потому что очень сложно играть на таком поле в такую жару. Просто у ребят ноги горят. На стадионе спортивной школы Олимпийского резерва номер 9 Ростов встретится с молодежным составом крыльев советов 11 августа. Евгений Симакова, Наталья Пославская, Азов.Инфоспорт. Третий день юбилейной 30-й Олимпиады не стал для российской сборной удачным. В общем зачете наша команда занимает 13 место с одной золотой и тремя бронзовыми наградами. Арсен Голстян первым заработал золотую медаль среди российских спортсменов. Фехтование на сабле, плавание и групповой гонке на шоссе по одной бронзе. Смотрите все наши выпуски в сети на сайте webazov.ru. Следите за пульсом спортивной жизни. Магазин спорт для всех. Любой инвентарь для занятий спортом. Тренажеры, шведские стенки, спортивные комплексы для маленьких квартир и больших дворов. Заказ товаров от производителя. Крупный инвентарь доставим бесплатно. Магазин спорт для всех. Занимайтесь спортом, а мы вам в этом поможем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова